Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на уроках немецкий язык. Тема сегодняшнего урока – глаголы с неотделяемыми приставками по-немецки undrenbare Verben. И мы повторим очень много тем, которые изучали ранее. Неотделяемых приставок меньше, чем отделяемых, и поэтому имеет смысл их выучить. Неотделяемые приставки даже немножко рифмуются. Давайте их запомним. Be, ge, er, fear, ser, emp, end, miss. И вот здесь символическая бутылочка с клеем показывает, что эти приставки никогда не отделяются от основы глагола. И запомним, что эти приставки безударные. Ударение на них не падает. Как пройдет занятие? Мы рассмотрим примеры с каждой из этих приставок. И в конце занятия я вам дам список глаголов с неотделяемыми приставками для уровня А1. Приставочка B может до неузнаваемости изменить глагол. Коммен – ходить, идти, bekоммен – получать. Штэлен – ставить, а бештэлен – заказывать. Примеры. Повествовательное предложение. Ich bekomme oft briefe. Я часто получаю письма. Приставка не отделилась. Вопрос. Bekommt ihr auch oft briefe? Вы тоже часто получаете письма. Приставка тоже не отделилась. Императив. Побудительное предложение. Bestell bitte eine pizze. Закажи, пожалуйста, пиццу. Приставка не отделяется. И четвертый пример с модальным глаголом. Wir möchten bestellen. Мы хотели бы сделать заказ. Как и в предыдущем уроке, мы с вами рассмотрели все четыре вида предложений. И ни в одном из них приставка не отделилась. Поэтому она и называется неотделяемая. Приставка ge. Рассмотрим такой глагол. Fallen. Падать или понижаться. Добавим приставку. Добавим приставку. Получим gefallen. Что значит нравится. И в этих глаголах корневая гласная А меняется на А умlaut. Примеры. Добавим приставку. Добавим приставку. Я очень люблю. Книги мне нравятся. Ге фа-лен. Ударение. На корень слова. Дас билд. Гефэльт. Им. Картина ему нравится. Гефэльт. Произошла смена корневой гласной. Как мы видим, приставка не отделяется от корня. Обращаем внимание на смену корневой гласной. И здесь мы видим дательный поддерж местоимений. Приставка ER. Глагол CELIN – считать. ER. Эрцелин – рассказывать. Моя бабушка может хорошо рассказывать сказки. Вопрос. Эрцелств du mir den фильм? Ты мне фильм расскажешь? Побудительное предложение. Эрцелем mir keine мерчен. Не рассказывай мне сказки. Приставка FEAR. С этой приставкой очень много глаголов. Побудительное предложение. Verstehen Sie das bitte? Поймите это, пожалуйста. С модальным глаголом пример. Das kann ich nicht verstehen. Я не могу это понять. Er verkauft sein Auto. Он продает свою машину. Er möchte sein Auto verkaufen. Он хочет продать свою машину. Приставка не отделяется. Ударение падает на корень. Приставка CER. С этой приставкой в программе A1 встречается только один глагол. CERBRECHEN – разбивать. Он получился в результате присоединения приставки CER к глаголу BRECHEN – ломать. А CERBRECHEN – разбивать. И обратим внимание на смену корневой гласной. Э меняется на И. Kinder, zerbricht nicht die Waze. Дети, не разбейте вазу. Das zerbricht mir das Herz. Это разбивает мне сердце. ZERBRECHEN – zerbricht. Приставка EMP. Fählen – отсутствовать, не хватать, не доставать. А EMPHählen – рекомендовать. И у глагола EMPHählen произойдет смена корневой гласной E на IE. Was können Sie mir empfehlen? Что вы можете мне порекомендовать? Der Lehrer empfiehlt uns das Buch. Учитель рекомендует нам эту книгу. Еще пример с этой приставкой. Fangen – ловить. EMPHangen – принимать. Гостей. Или улавливать – принимать радиосигнал. Примеры. Der Arzt kann sie jetzt nicht empfangen. Врач не может вас сейчас принять. Еще пример. Sie empfängt herzlich ihre Gäste. Она сердечно принимает гостей. Обращаем внимание. Смена корневой гласной. А меняется на A умlaut. И вот такое слово вы встретите на конверте или на бланках перевода денег или для посылок. EMPFINGER – адресат. Получатель письма или денежного перевода или вашей посылки. EMPFINGER – от слова EMPFINGER – получает. Вот, обратите внимание. Принимает гостей. А когда мы говорим о посылке или о письме, то получает. Приставка EMPFINGER – от слова EMPFINGER – от слова EMPFINGER. Приставка EMPFINGER – от слова EMPFINGER. Приставка EMPFINGER – от слова EMPFINGER. Тоже много глаголов с этой приставкой, но в программе A1 их всего парочка. DICKEN – покрывать, укрывать. Одеялом, например. А EMPFINGER – обнаруживать, делать открытие. Например, Молодые люди ищут и открывают новые пути. В смысле, находят, обнаруживают новые пути. Я не могу здесь обнаружить никаких ошибок. Вот такой глагол в программе A1. Entscheiden – решать, в смысле принимать решение. И часто используется со словом sich entscheiden. Означает решиться, принять какое-то решение. Например, Ich kann mich nicht entscheiden. Не могу решиться. В смысле, не могу сделать какой-то выбор. Вот пример. Ich entscheide mich für die Reise nach Spanien. Дословно. Я решаюсь для путешествия в Испанию. А переводим. Я выбираю поездку в Испанию. Вот это слово sich entscheiden. Решиться принять какое-то решение. Имеет такой подтекст, сделать какой-то выбор в пользу чего-то. Приставка miss. В программе A1 нет ни одного слова с этой приставкой. Но, как пример, я вам даю очень простой глагол missfallen. Означает не нравится, быть неприемлемым. То есть, эта приставка придает словам негативный оттенок. Мы сегодня рассматривали слово gefallen. Мне нравится что-то. А если вы скажете missfallen, то не нравится. Например, seine Worte missfallen mir. Его слова мне не нравятся. Или ihr Ton missfällt mir. Её тон мне не нравится. Вот такой глагол. Его нетрудно будет запомнить. И два примера глаголов, где одна и та же приставка в одном случае отделяется, в другом случае нет. Обратите внимание на роль ударения. Приставка ум. Если она ударная, то она отделяется. Например, умgein. Обращаться с кем-то или с чем-то. Если она безударная, то она не отделяется. Обходить вокруг стороной. И давайте рассматривать примеры. Она хорошо обращается с детьми. В смысле, у неё хороший подход к детям. Вот отделяемая приставка умgein. Ещё пример с отделяемой приставкой ум. Geht bitte mit dem Geschirr vor sich dich um. Пожалуйста, обращайтесь с посудой осторожным. А вот теперь вот этот случай. Umgein. Обходить стороной. Неотделяемая приставка. Dieses Problem. Umgein wir lieber. Эту проблему мы лучше обойдём. Ну или какое-то препятствие. Umgein. Ещё одна такая же приставочка, которая бывает отделяемой и неотделяемой. Über. Рассмотрим два примера. Übersetzen. Ударная приставка отделяемая означает переправлять с одного берега на другой. Der Fehrmann setzt uns an das andere Ufer über. Паромщик переправляет нас на другой берег. Die Fehrer – паром. Die Fehrmann – паромщик. И неотделяемая приставка безударная. Übersetzen. Означает переводить текст. Пример. Sie übersetzt das Buch. Она переводит книгу. Приставки, которые то отделяются, то нет, как вот эти две, которые мы сейчас рассмотрели, не изучаются в программе A1. Но я сочла нужным, полезным познакомить вас с двумя примерами, чтобы вы не удивлялись, если вам где-то такое встретится. Обращаем внимание на ударение. Неправильно поставим ударение и запутаем немцев. И в конце занятия предлагаю вам список глаголов с неотделяемыми приставками из программы A1. Все глаголы с примерами. Советую вам выучить эти глаголы. Они вам очень понадобятся. Besuchen. Посещать. Wir besuchen gern unsere Freunde. Мы охотно посещаем наших друзей. Benutzen. Использовать. Ich benutze oft das Wörterbuch. Я часто использую словарь. Bedienen. Обслуживать. Der Keller bedient die Gäste. Официант обслуживает гостей. Besichtigen. Осматривать. Но вот в таком значении. Touristen besichtigen die Burg. Туристы посещают, осматривают крепость. Beenden. Заканчивать. Er beendet sein Studium. Он заканчивает свою учебу в Узе. Эшпрэхин. Обслуждац. Морген. Эшпрэхин вя тас Проблем. Завтра мы абсудзем Проблему. Или эту Проблему. Гехэрэн. Принадлежат. Дас Бух. Гехэрт. Мир. Книга принадлежит мне. Эрледиген. Выполняц. Ир эрледикт seine Arbeit sehr gut. Он хорошо выполняет работу. Свою работу. Верраухен. Использоваць. Потребляць. Виа верраухен фейл энергий. Мы используем или потребляем много энергии. Электроэнергии, очевидно, имеется в виду. Вердинын. Зарабатывать. Си вердинт гут. Она хорошо зарабатывает. Вермиссен. Скучать по кому-либо, почему-либо. Их фэрмиссэддих. Я по тебе скучаю. Обратите внимание, никакой предлог не нужен. Нужен винительный падеж. Верпасен. Пропустить. Их мёхте ничт meinen цуг фэрпасен. Я не хочу пропустить мой пояс. Также в значении опоздать на мой пояс используется глагол фэрпасен. И фэршпрэхин. Обещать. Дас фэршпрэхе их дир. Я тебе это обещаю. Вот на этом сегодняшнее занятие закончено. Я хочу вам показать, как правильно оформить подписку на мой канал, потому что вы мне пишете часто, что не получаете извещения о моих новых уроках. Показываю. Вот одно из моих видео. Для того, чтобы подписаться, нужно нажать вот на этот значок. Появится кнопка подписаться. Вы сюда нажимаете. И когда вы подписались, у вас должно появиться вот такое окошечко. Показываю сейчас на другом канале, потому что на моём не могу показать. Показываю вот здесь. Здесь у вас появится вот такой бутончик, такая надпись. Вы подписаны. Но если у вас перечёркнут колокольчик, как здесь, вы не будете получать извещение. Нужно этот колокольчик активировать. Вот смотрите, он у меня был вот так зачёркнут. Я его активирую. Нажимаю на вариант «Все». И вот теперь появляется окошечко уведомления «Включены». Если он не активен или написано «На основе предпочтений» или написано «Никакие», то вы подписаны, но извещения о моих новых уроках получать не будете. Дальше момент. На видео и на моём тоже есть вот такая вот буковка «И». Вы можете нажать на эту буковку «И». Показываю сейчас на моём видео. Вот если вы нажмёте на эту кнопочку «И», то вы попадёте в «Мой плейлист». Вот сюда нажимаете. Пока 24 показывает видео. Вы сюда нажимаете. И вы попадёте во все мои видео. Вот видите, с первого по 24-е. То есть вот это вот будет плейлист с моими всеми видео. Вот, надеюсь, эта информация вам была полезной. Заканчиваю сегодняшнее занятие. Жду вас на следующем уроке. Спасибо за то, что были со мной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.